Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые телезрители. Вот уже, наверное, более пяти лет программа «Квартирник» выходит на телеканале «Видное ТВ». Абсолютно разные были исполнители и что только не было. Мы шумели и ударяли в барабаны. Разные были исполнители. А вот гость, который сегодня пришел к вам и ко мне, он необыкновенный человек и хороший музыкант. Прошу любить и жаловать. Виктор Анатольевич Маркин, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Огромное спасибо, что согласились к нам прийти. Как мы поступим? Давайте, может быть, мы сразу окунем наших телезрителей в ту атмосферу, в которой они сегодня проведут ближайшее время и услышат этот замечательный инструмент. Инструмент – это замечательный. А какой музыкант, потом посмотрим. Договорились. Тогда мы сразу можем сыграть, а потом и уже обговорим по музыке. Так, что же мы сначала догадываем для начала? Что удобное, что хочется. Спасибо. КОНЕЦ Ну, как будто мы окунулись на юг Франции. Да, это так, чтобы пальцы размять, дело хорошее. КОНЕЦ КОНЕЦ Но только вас по-прежнему люблю. КОНЕЦ 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 до нас добрый вечер давайте пообщаемся добрый вечер добрый меня зовут алексей я хотел бы виктор анатольевич вас узнать а правда что у вас есть гармонь который сделан специально для геннадия заволокина да правда а что это за история откуда она пошла расскажите нам если это можно то расскажу конечно пока вы я наливаю нам чай мы с друзьями поехали на рыбалку в ивановскую область и я случайно он не случайно специально завернул на шуйский завод где делают гармошки поскольку меня это интересовало и сейчас интересует но я попросил поскольку заводик этот уже приходил забытие я попросил женщину чтобы они меня сводили на склад просто посмотреть что у них там есть они меня привели мы привели на склад на складах там в основном инструмент стоял для ремонта ну навален хлам короче говоря который где-то обремонтировали и стоял несколько гармошек которые на продажу но на продажу это обычный вариант который в магазинах продаются а две гармошки стояли накрыты тряпочкой накрыть и я спросила это что это женщина сказать что этот заволокин заказал две гармошки для своей программой гармонии но что-то не берет что-то она настроена у него было не так не высоко в общем что-то она ему не понравилось ни от они другая и вопрос был не решен я им оставил свой телефон говорю если он ее не возьмет позвоните я ее заберу прошел месяц наверное да в порядка месяца не на работу позвонили скажешь вы контроль чесли хотите ее взять возьмите когда цену назвали я вначале передумал да но потом решил все проходящая музыка вечно думаю дай-ка я возьму эту гармонь и мне ее оттуда привезли я даже за ней не ездил ну такие дружеские шары что называется гармония то вот она я могу ее показать то есть у нас у кого-то бывает рояль рояль кусару с гармой в кустах неважно что главное главное что-то играет но то сейчас я уверен что оператор будет брать крупные планы и мы увидим что но это реальные не только музыкальный инструмент произведение искусства их было 2 1 вот такая 2 была красного цвета но мне почему-то достал святого цвета а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну да, для этого есть орган для башни Ну совершенно правильно Поэтому, ну, что я думаю по поводу гармонии Мне бы очень хотелось, чтобы Вот эту гармонь Да не эту, любую Посмотрела бы, чем больше молодежи Потому что Как вам сказать, это Один из процессов воспитания Один из процессов нашей Вот как говорит Владимир Владимирович Нашего русского духа Жалко, что ее забывают Вот эта передача сейчас идет Играй гармонь по телевидению Мне кажется, что она Себя изжила Сейчас она идет Она выходит давно уже Как самореклама Эти люди, которые ее ставят Они рекламируют сам себя Прыгают туда-сюда, бегают Поют там неизвестно что Заволокин ставил Да, Заволокин ставил В первую очередь гармонию Он сажал человека и говорил Играй Как он играет, это другое дело А показывает, как там растут цветы Как строить самолеты Мы это и так знаем А вот гармошки там маловато Так что Конечно, было бы хорошо Если бы в городе В нашем городе Я не знаю Наверное, в детской школе Там, наверное, есть какие-то Классы по классу Вот гармошки Да, это великое дело Хотелось бы побольше Хотелось бы какой-нибудь Ну, я не знаю А давайте организуем вместе конкурс Может быть конкурс А давайте конкурс Вот всех людей, которые Непрофессионально этим занимаются Да-да-да, именно это я имею в виду А именно, кто когда-либо держал в руках баян Не знаю, гармошку Да Было бы очень интересно Объединим их в одно Назовем, там, не знаю Заваленка Конкурс Заваленка Да Мы, кстати говоря, играли Я прям сразу меня Эх! Много людей же любят это дело А еще больше людей Любят дозвониться на нашего телеканала И задать вам несколько вопросов Давайте Добрый вечер, давайте пообщаемся Алло Алло Виктор Анатольевич Здравствуйте, Михаил Филиппович Михаил Филиппович Корсаков Вас беспокоит? Вот сколько у нас почитателей Это не почитатели, дорогие друзья А кто же? Это барабанщик Вот такой барабанщик Мой друг Мы с ним сколько лет отыграли вместе Это Миша Корсаков Слушаю Витя Да Сыграй для нашего друга Который у нас умер Станислав Андреевича Кончакова Вспомним давай Раскинулось море широко Витюш, сделай, пожалуйста Считай, что мы уже поем Будь всем прекрасен прямой эфир Что можно дозвониться на телеканал Видное ТВ И заказать музыку КОНЕЦ 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 ЖИТЬ БЕЗ ЛЮБВИ ЖИТЬ БЕЗ ЛЮБВИ Конечно Ну а как? Мы все узнаем эту мелодию КОНЕЦ 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 Ну это вот Михаил Филиппович Да, это вот личный подарок Михаил Филипповичу Хотел бы вот еще какой вопрос задать Я знаю, что в нашем Историко-культурном центре Что находится на Советской площади Есть какой-то очень уникальный инструмент Давайте о нем расскажем Ничего у него уникального нет Это баян моего отца Если он находится в музее, значит уже есть А он почему уникальный? Он фронтовой Вот Этот баян Как вам сказать? Про него много чего нужно рассказывать Представьте себе мальчишку в 17 лет Который уходит из дома Идет добровольцем на фронт Это в 43-м году Ему дают винтовочку Дают катушку с проводом И он связистом И так он с этой катушечкой Со всего отслужил в армии 8 лет Вот С войны И пока я родился Что он умел? Умел стрелять Умел таскать эту катушку Умел там что-то делать И умел играть на гармошке На гармошке и на баяне И ему на фронте ребята Уже после войны Подарили вот этот самый баян Тульский баян старый Он хороший, добротный был Ну сейчас он уже совершенно Так сказать И отец Когда я уже появился на свет А появился я В странном Это был такой В паспорте у меня записано Торфа предприятие Апочетского района Великолугской области Сейчас этого ничего нет Завернуто Да, да, да Нет ни то же предприятие Не апочетского района Но все это рядом с Апсковым То есть мы в Скопске Мы в Скопске Да Ну отец приехал сюда Приехал Вот у меня есть фотография Сфотографированного Держит на меня на руках Сзади дом покрытый соломой В деревню Лукино Это вот где санаторий Где крестовозвиженский монастырь Да, да, да Вот там внизу Вот там это самое Он меня туда привез Меня и маму И баян Была у него еще шинелька Ну что с войной Больше ничего Да Вот и приехали Что делать Кормиться надо Ничего он не умел Кроме как играть на баяне А наверху слава богу Сейчас тогда Сейчас монастырь А тогда это был дом отдыха Санаторий И он пошел играть Так, танцульки Лабухом работать Да, да Хоть какие-то деньги Приносил туда-сюда И как-то пытался Меня кормить до тех пор Пока не устроился На завод На коксы газовые У него в трудовой книжке Все две записи Пришел на завод И ушел напеть И он всю жизнь Проработал на заводе И представьте себе Время-то было какое Послевоенное Ничего не было Мама у меня В оккупации Пробыла 4 года И она мне рассказывала Когда наши уже пришли Когда освободили Вот эту опочку Это же форпост Псков Опочка До истории 12 километров Когда наши остановили То есть Освободили Все это дело Ей уже в конце войны Было 15 лет Это уже девочки Уже в полном соку В красе Она мне говорила Витя Даже нижнего белья Ничего было шить Ничего Переживательный вопрос Да Поэтому Как вам сказать Вот он с этим баяном Ходил Играл свадьбы Играл танцы Везде Где только можно было У нас на том поселке Был клуб туристов Вот он там играл Танцы Потом здесь в городе Ни одна свадьба Ни одни провода Ничего Без этого баяна Не обходилось Почему Не потому что Там он Что-то А потому что Не было ничего Был патефон В лучшем случае И больше ничего не было И вот на этом баяне Меня отец учил играть Отдал в музыкальную школу Полгода я проучился И С удовольствием Ее бросил Бросил почему Ну ребят в футбол Туда что-то Да Да Тут гаммы Нет Я могу сказать по секрету Ну какой секрет Уже в таком возрасте Можно их открывать У меня 4 привода В детское отделение милиции Я был хулиган И шпана Вот Получал от отца По затыльнике Но Музыкальную школу Я бросил не потому Что я хотел А потому что За нее надо было платить А платить Как вам сказать Сейчас Вот я посмотрел Как детишки играют Это же чудо Просто чудо И на чем играют А тогда Все это было Вот Короче говоря Не вышло У нас с отцом Это дело Он мне сказал Ладно я тебя сам научу И вот он меня потихоньку Потихоньку учил А сейчас вот многие Старшие люди Товарищ Дегтярев Владимир Федорович Спрашивают Откуда ты все это дело помнишь Откуда ты знаешь А как же не знать Отец играл А я вот таким шпаной Я все это дело У меня откладывался Я это запоминал А нотная грамота Или это все на подбор Нет Как вам сказать Вот карусель Которую играл Ее так на слух не сыграешь Это нам только по нотам А все остальное Я играю То что у меня Вот в голове звучит Я то и играю Это неплохо А еще хорошо Что наш телезритель Дозвонился до нас И тоже хочет с нами Пообщаться Добрый вечер Алло Здравствуйте Олег Здравствуйте Виктор Анатольевич Здравствуйте Я немножко с вами знакома Вы со мной тоже Немножко знакомы Вот Приятный голос На самом деле Смотрю передачу С самого начала И хотел сразу спросить Ну где же гармонь Раз и гармонь появилась Вот она Потом думаю Ну Песня то будет Так Со словами Олег запел Очень приятно Вы знаете Хотелось бы пожелать вам Чтобы Никогда Вот гармошка ваша И баян Не Уходили куда-нибудь В чуланчик В чуланчик Да нет Пока 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 есть силы Будем играть Да А еще Такое пожелание Может быть Найдется мальчонка Который бы захотел Чтобы вы стали его учителем Сами ведь знаете Что Гармонь сейчас Ну нет учителей Да Вот даже в музыкальной школе У нас по-моему Нет класса такого Я вам скажу Что Основной И самый главный У меня для души Вот из всей этой передачи Как раз и было Чтобы хоть кто-то Заинтересовался А хотите Я вам открою Маленькую Тайну Раз уж вы Сегодня открыли То и я скажу Вы знаете Я очень хотел Научиться Играть в баяне Это была моя мечта С детства Но Как вы сказали За это Надо было платить Не учеб было возможно Единственное За что не надо было Платить на инструменте Это на трубе И слава богу У нас Был Такой Василь Васильевич Кустов Который 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 дал мне Путевку в жизнь Который Научил меня Играть на Трубе Вот А вот Баян И гармошка Для меня остались Непостижимым инструментом И я об этом Сожалею Сожалею И еще раз Сожалею КОНЕЦ 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 Здорово 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 Спасибо А у нас есть И еще один телефонный звонок Нас сегодня заваливают вопросами Добрый вечер Меня зовут Николай Фамилия Федорова Федор Николай Михайлович Виктор Анатольевич Я знаю что вы Кроме того что хорошо Играете Но еще и хорошо поете Исполните пожалуйста Любую песню Под гармонь На ваш вкус Ну и хорошо бы было Чтобы вы исполнили ее С ведущим Олегом Он у нас ведь Знаменитый артист Нашу Видновского театра Вот спасибо Спасибо И очень хотел бы послушать Вот он Олег Чувствует что вы такой Вот знаете По вашему вот сказать Состоянию Вашей души Вот я в театре смотрел На вас Давайте там Спасибо Маркину вместе что-нибудь Я готов Я готов Ну что Поддержим победу Тебе я приеду На горячем боевом коне На горячем боевом коне Я хочу Еду весною Ворота открою На горячем боевом коне Коронко И ядые розы, когда растает снег С носки и тревоги, с твой на морозе Ядые розы, когда растает снег А я, дорогая, я жду и мечтаю Только вниз не встречая, но я храбрый пою Эх, как бы доживый, до свадьбы жених И обняй цивил ее Эх, как бы доживый, до свадьбы жених И обняй чужую и свою Вот как мы с вами в унисон, да? Ну что ж, это хорошо, не забываем у нас чай, пока он не остыл Давайте немножко, надо смочить Может все-таки уже петь начали? Надо немножко горлышко смочить На тот большак на перекресток Это что это такое? Не подскажете мне? Мы только сейчас ее играли, я могу еще раз попробовать Эта песня на тот большак На тот большак На перекрестке Ну мы уже ее пели и играли Жить без любви? Да, быть может просто Но, видите, без любви прожить А у нас есть еще один телефонный звонок нашего телезрителя Нас они сегодня точно не отпустят Добрый вечер, давайте общаться Виктор Анатольевич Я Михаил Филиппович опять беспокоит Слушаю, Мишенька Вы товарищу Федору тут скажите, что вы не только гармошкой и баяном Но мы еще, я с 8 лет, а вы чуть попозже пришли в духовой оркестр на кларнете И вы скажите еще Так, 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 так Мы не только этим занимались, скажите И на гитаре, скажите, пожалуйста Было, было У нас очень грамотный здесь был оркестр И люди великолепные музыканты И все служили скорее в РПК И в госконцерте работали Везде, скажите Да, я понял Чтобы он знал видновских А то он футболистов не знает никого ведет А пускай музыкантов хоть узнает Хорошо, я ему сейчас про всех расскажу Спасибо за вопрос, Михаил Филиппович Вопрос очень важный Спасибо, спасибо большое Мы уже договорились до того, что у нас Мы организовываем фестиваль И теперь уже мы, похоже, что договорились о том Что мы организовываем оркестр Партию первого корнета беру на себя Ну, а пока вы видите меня в кадре У нас у героя сменился инструмент Да Михаил Филиппович Правильно сказал Был в Доме культуры Мало кто об этом знает Очень мало А это плохо, надо об этом говорить Чем чаще Откуда у нас патриотизм оберется Мальчишками Приходили в Дом культуры В духовой оркестр Потому что больше Ну, ходили и в футбол гоняли Все, но духовой оркестр Это был оркестр Раньше Я успевал и то и другое И в футбол погонять И в оркестре поиграть Да И мы точно так же пришли В духовой оркестр Он на барабанах играл А мне дали кларнет Ну, я доигрался до первой партии Я уже Польку дедушку играл На кларнете свободно Вот То есть, говорят так Если дедушку играешь Уже можешь кларнегистом себя называть Да Ну, а потом Ангина туда-сюда Но даже не Ангина Не буду я себе Лукавить Ангина, Ангина Оркестр backpack А официальная версия, что к нам еще дозвонился телезритель Добрый вечер Сегодня Добрый вечер Добрый Виктор Анатольевич Я Нацию Очень приятно видеть вас с экрана телевизора Тамара Васильевна Я с вами неоднократно встречались и вместе работали Тамара Васильевна, я узнал по голосу Да Это Тамара Сергеевна, точно Это Тамара Сергеевна А вы Тамара Васильевна Виногу, виновата Тамара Сергеевна, конечно конечно. Да, это я. Наконец-то мы увидели местных жителей. Очень приятно. Желаю вам удачи, творческих именно удач. И хотел бы вас почаще видеть с экрана телевизора. Все в наших руках. Тем более уже Виктор Анатольевич сказал, что на следующей передаче он тоже приходит к нам и просто готовит репертуар забойный уже. Чтобы мы с частушками и шутками и прибаутками. Ну что, готовы? Итак, гитара. Нет, гитара, гитара. Вот она, хорошая гитара. Это, кстати, мне подарили на заводе на 50 лет, когда мне вспомнил. Так я все-таки хочу вспомнить друзей, музыкантов, которые начинали только работать. Я вам должен сказать, что в городе Видном первая профессиональная гитара, профессиональная, то есть не самодельная, а была у меня. Первая доска, старая, 5 красного цвета. У нее был такой чемодан треугольный. Я когда шел в Дом культуры, все остальные ребятки. Ну, друзья, Витя, покажи, покажи, потому что она была первая. Правда, до этого была еще в Доме культуры рекордовская гитара. Слава Голубовский на ней играл. Ну, Слава, это я так говорю, Слава. А Славе сейчас 80 лет. Вот. Из этих вот... И был, в Сазаре, Юрий Петрович Плутанов. Баянист, я его знаю, тоже полгорода, потому что он хороший был человек, играл, молодец. Александр Николаевич Толерчук, барабанщик, который учил всех. Единственный барабанщик был в городе, классный. И сейчас, дай бог ему, здоровье жив. Вот, Станислав Андреевич Кончаков, ну вот его уже не стало. Три года никак ушел из жизни. Бондаренко Валерий Николаевич Трубач, сильнейший Трубач. Ну, кроме Трубач, он же, во-первых, был красавец мужчина, а во-вторых, как он пел. Он пел так, что, ну, не знаю... Лавертина Лоретти отдыхает. Ну, Лавертина Лоретти, у него свой голос был, а это был голос, как у Георга Отца. Красавец, он пел великолепно. Ну, и сейчас еще жив, здоров, дай бог ему здоровья. Потом вот Игорь Николаевич Колпиков, Валерий Петрович Казаков, вот Миша, Вадим Камедин. То есть, были ребята, которые... Валерий Антонов на саксофоне играл. Ребята, которые и грамотные были, и были люди просто талантовые, которые пели, играли. Допустим, Валерий Казаков пел, ну, просто великолепно, профессионально. Поэтому... Но нигде не обучался. Просто от природы, от природы ему подарил... Знаете, на этот счет, я вам расскажу, две секунды займет времени. Да, это у нас телезритель уже дозвонился. Понял, но я вот это договорю. Есть фильм такой, армянский, песни «Первой любви». Я не буду суть всю рассказать, потому что многие его смотрели, но там фраза одна есть очень четкая. Когда хорошо подвыпившего певца, который пел, и был звезда Армении, как певец, ведет архитектор под руку и начинает ему читать мораль, что ты себя плохо ведешь, что ты такой секой. И он ему ответил, может быть, это неправильно говорить, но ответил очень грамотно. Я пять лет проучусь архитектором станут. А ты пять лет отчутишься, станешь... Да, певцом. Поэтому тут жизнь, она трогательная комбинация. А у нас есть телезритель наш, который дозвонился, и мне кажется, это тоже будет трогательная комбинация. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Хотелось бы услышать от Виктора Анатольевича, я несколько раз слышала его под гитару-песню «Шаланды полные кефали». Ого-го. Спасибо большое. Выполняем заказ. Да, это... И все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару, и тихим голосом поет. А я вам не скажу, за всю Одессу, вся Одесса очень великарно. Но и молдаванка, и прессы обожают костью моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, Ему сказала, все вас знают, а я-то вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбеком пачку, сказал ей Костя с холодком, Вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. Но я вам не скажу, за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и прессы обожают костью моряка. Бульвар французский был в цвету, Наш Костя, кажется, влюбился, Шумели грузчики в порту. От этой новости неделю В порту шумели рыбаки, На праздник грузчики подели Со страшным скрипом башмаки. А я вам скажу, за всю Одессу Вся Одесса очень велика, Но и молдаванка, и прессы Обожают костью моряка. А, спасибо! Это экспромт. Ну, ничего удивительного. Тот, кто держал в руках гитару, знает, что это такое. Что еще мы исполним? Сердце бьется, как ровная птичка, Лишь случайно увижу на ее. Покорила студентка-медичка, Непокорное сердце мое. У меня романтичные взгляды Приобрел я гитару тайко. Петь решил для нее сиренады По ночам под открытым окном. Петь решил для нее сиренады По ночам под открытым окном. Пел я тихо, подтянув аккорды, Только окна я спутал чудак. Вдруг усатый и заспанный дворник Показал мне в окошко кулак. Вдруг усатый и заспанный дворник Показал мне в окошко кулак. Эх, гитар, поплачь потихонечку, Лишь с тобой поделюсь я бедой. Перебросили милую тонечку Вместе с домом в соседний район. Перебросили милую тонечку Вместе с домом в соседний район. Сердце бьется, как робкая птичка, Лишь случайно увижу ее. Покорила студентка Химичка, А непокорное сердце мое. Спасибо, спасибо, спасибо огромное. Вот что еще хотел узнать. Вот скажите, я его, этот вопрос задаю часто На этой музыкальной программе. На ваш взгляд, музыкальное образование Необходимо человеку, который берет в руки инструмент? Ваше отношение к этому? Отношение однозначно. Если любишь играть, бери, старайся, учись, играй. Есть у тебя образование или нет, или одно. Но если ты хочешь стать музыкантом, Настоящим музыкантом, Работать с этим делом, Без образования нельзя. Это все равно, что быть строителем, Но не имея образования. И спланировать нарисовать дом. Он же рухнет. Ну, конечно. А играть, как я уже говорил, В принципе, просто. Знаешь, куда нажимать? Есть ли какие-то возрастные ограничения? Когда можно начинать учиться играть? Потому что в спорт приходят, да, говорят, Четыре-пять лет приходят в спорт. А вот, чтобы научиться играть на баяне. Помнишь, как сказал господин Бывалов? Так. Когда пришел к нему этот дедушка на балалайке, Когда он ему сыграл, Он говорит, бросьте мне мозги, Конопатич, Чтобы так играть, 20 лет учиться надо. Поэтому, как я могу сказать? Есть вундеркинды, которые с детства, С пеленок, вот Денис Мацуев, Как играть, это же гений. Конечно, конечно. Ну, так и он с детства, он, кроме этого, Он молодец, он просто гениальный мужик. Таких много, и дай бог, чтобы они расцветали. Ну, хорошо, я задам, Я задам прямой, самый прямой вопрос. Вот если я, после программы, Спрошу вас, Научите меня играть, Ну, не знаю, девочку Надю. Или крутится, но баянь, Крутится, вертится, Шар голубой. Получится? Да. Вот. Вот, дорогие друзья, На этом я и заканчиваю нашу программу. Правильно, спасибо. Это очень важные слова. У нас остается буквально время на одну композицию. Что мы сыграем? Кстати, мы обещали, Когда весна придет нежданно. Когда весна, это хорошая песня. Но она, как бы сказать, Ну, я ее спою, даже, может, после программы. Но она у всех уже на слуху. И это, кстати, моя любимая песня. Потому что я человек заводской. Я ее обожаю. Да, я человек заводской. Значит, сыграем. Значит, еще на пару минут растянем передачу. А я хочу, знаете, какую песню спеть? Песенка такая, она, как бы сказать, хорошая. Сыпал снег буланному под ноги, В спину дул попутный ветерок. Ехал долгожданною дорогой, Заглянул погреться в футорок. Ехал долгожданною дорогой, Заглянул погреться в футорок. Встретила хозяйка молодая, Как встречают ближнего родня. В горницу тихонько пригласила, А ласково смотрела на меня. В горницу тихонько пригласила, А ласково смотрела на меня. А на утро, оставшись по заранку, Встал коня булана попоить. Вижу, загрустила футорянка, И не хочет даже говорить. Руку подала, но не словечко, Даже глаз не хочет поднимать. Взял тогда из рук ее уздечку, И стал с коня буланово седло снимать. Взял тогда из рук ее уздечку, Стал с коня седло снимать. Но так и не доехал я до дома, Затерялся где-то в камыше. Что же делать парню молодому, Коль пришлась девчина по душе? Что же делать парню молодому, Коль пришлась девчина по душе? Сыпал снег буланом под ноги, В спину дул попутный ветерок. Ехал долгожданною дорогой, Загляну погреться футором. Виктор Анатольевич Маркин Был сегодня у нас в гостях. Спасибо огромное, что пришли. Весна на Заречной улице Обязательно мы исполним Песни за мной. Обязательно исполним в следующий раз, Потому что я уверен, Что и у вас, и у меня одинаковое желание Еще и еще раз услышать, Как звучат и баян, и гармошка, И гитара в вашем исполнении. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Смотрите телеканал Видное ТВ И программу Квартирник. Всего доброго. Удачи. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!